Привет, друзья! С вами Travel Camel и я, Аня. И сегодня я расскажу вам 14 фактов и лайфхаков о Кубе моими глазами. Факт первый. На Кубе воняет. На Кубе ужасно воняет выхлопными газами. А все от того, что кубинцы ездят на своих стареньких автомобилях, которые заправляют дизельным топливом, которое намного дешевле бензина. Вот и ездят они себе, и воняют, и воняют, и воняют. Факт второй. Деньги на Кубе лучше всего менять прямо в аэропорту. Как бы странно это ни звучало, именно там самый выгодный курс. Кроме того, советую вам брать с собой евро, а не доллары, потому что доллары на Кубе облагаются штрафом. И так, например, со 100 баксов 10 с вас возьмут только за то, что кубинцы до сих пор не подружились с америкосами. Факт третий. Чтобы не разориться на дорогущих отелях на Кубе, советую вам поискать размещение в так называемых казапатекулар. Это жилье, которое сдают в найм местные жители. Можно выбрать посуточно или там на целый месяц сразу, но в любом случае условия будут не хуже, чем в отеле, а денег вы заплатите куда меньше. Да еще и познакомитесь с местными, которые могут рассказать вам кучу интересностей. Если вам уже нравится то, что я говорю, подписывайтесь на мой канал, и вы всегда будете в курсе моих новых видео. Факт четвертый. Если вы едете на Кубу в составе тургруппы, будьте готовы к тому, что отельный гид прямо сразу же по вашему приезду захочет впарить вам супер дорогие экскурсии. Будет говорить о том, что агентств по туризму на Кубе вовсе нет. И единственный шанс хоть что-то посмотреть, это купить экскурсию за очень-очень дорого прямо здесь и сейчас. Но это неправда. Естественно, там есть туристические агентства. Просто дело в том, что если вы выйдете за пределы отеля и увидеть реальные цены на все эти экскурсии, вы ни за что не станете их покупать у туроператора, и они потеряют свою копеечку. А вообще, что в Гаване, что в Вородеро, делать особо нечего. Так что продумайте заранее, куда вы хотите поехать и что посмотреть, чтобы не заскучать. Однако, тут надо помнить о следующем. Пункт пятый. На Кубе практически отсутствует общественный транспорт. Конечно, по Гаване и Вородеро курсируют туристические двухэтажные автобусы, которые выглядят вполне современно, но на этом, пожалуй, и все. Местные чаще всего используют для передвижения по стране всякие уазики и камазики. Ну, в прямом смысле, это грузовики, в кузов которых забирается куча-куча кубинцев и едут откуда-то куда-то. Причем, время курсирования таких автобусов заточено под то, чтобы довезти кубинцев утром на работу, а вечером с работы забрать. Как же добраться до места назначения? Пункт шесть. Автостоп. Но и тут не все так просто. Я где-то читала о том, что на Кубе есть закон, согласно которому любой водитель обязан остановиться возле голосующего на дороге и подвезти его куда ему надо совершенно забесплатно, из-за того, что в стране нет общественного транспорта. Но по факту, когда водитель остановится перед вами и увидит, что вы белокожий европеец, скорее всего он заломит просто нереальную цену. И тут вам пригодится хотя бы минимальное знание испанского языка, для того, чтобы с ним торговаться. Бесплатно вам доехать куда-то будет реально сложно. Но если вы предложите водителю хотя бы чуть-чуть мелочи, поторгуетесь и будете достаточно ему улыбаться, будьте уверены, вас отвезут туда, куда хотите, да еще и на их классненьких машинках. Сможете и удовольствие получить, и с водителем поговорить. В общем, все в одном. Факт семь. На Кубе полным-полно ретроавтомобилей. И все они очень классные. Большинство из них были привезены из бывшего Союза или США. И кубинцы перекрасили эти машины в очень яркие цвета, уже 110 раз перебрали. Но суть в том, что это как будто настоящий музей ретроавтомобилей под открытым небом. Несколько фото таких классных машин я опубликовала в своем инстаграме. Подписывайтесь и всегда будете в курсе моих последних фотографий из путешествий. Факт восемь. Стекла на Кубе очень элитный материал. Поэтому практически очень редко вы можете их где-то встретить. Я имею в виду в домах кубинцев. То есть чаще всего их окно выглядит как отверстие и все. Даже в машинах не у всех кубинцев есть стекла. Я имею в виду, что лобовое, конечно, есть. А если какое-то другое сломалось, то все. Считайте, это замена кондиционера. Факт девять. На Кубе очень хорошая медицина. И туристы из других стран приезжают туда именно с целью полечиться. Так это или нет, я не знаю. Этот факт создан исключительно для того, чтобы вы посмотрели, как выглядит кубинский госпиталь. Факт десять. Куба практически не знакома с понятием технического прогресса. Например, там нет интернета. Нет, ну, конечно, интернет там есть, но он настолько медленный и платный даже в самых дорогих отелях. Да что там говорить про интернет? У них мобильные телефоны появились недавно. И знаете, модели такие старенькие, с которыми мы ходили в начале нулевых. В общем, выглядит достаточно смешно. Лично мне Куба напоминает, ну, союз после развала. Какая-то такая стадия у них сейчас. Факт одиннадцать. Если вы все еще не поняли, то Куба очень бедная страна. И будьте готовы к тому, что когда вы выйдете за пределы отеля или курортной зоны, скорее всего, вы увидите весьма удручающую картину. Сами кубинцы живут очень бедно. И вас может захлестнуть прям-таки волна жалости. Кстати, будьте готовы к тому, что именно в тот самый момент к вам подбежит толпа маленьких или больших кубинцев, или просто один человек, и начнет вас просить помочь ему в его нелегкой доле. Купить, поесть, или газировки, или еще чего-нибудь. Факт двенадцать. Вода из-под крана на Кубе для питья непригодна. Не самая чистая она тут. Даже прокипятив ее, я увидела наверху слой какой-то пенки. В общем, пить это совершенно не захотелось. На Кубе надо пить ром. Но если все-таки говорить о воде, будьте готовы к тому, что вам придется серьезно потратиться, потому что вода в бутылках там стоит порядка 160 рублей за 2 литра. И вам повезет, если вы найдете такую здоровенную 5-литровую или 6-литровую поклаху, или как это там называется. В общем, сберегите свои нервы и желудок и потратьтесь на питьевую воду в бутылках. Факт тринадцать. С едой в магазинах Кубы реальный напряг. Даже хлеба нет. Хотя, если честно, после того, как я увидела, как его готовят, ни за что бы не стало его есть и вам не советую. Еще из странного то, что практически нет морепродуктов, хотя, казалось бы, остров между океаном и морем. Лови не хочу. Да, и овощей, и фруктов тоже достаточно мало. Но если вам удастся, кроме кокоса, встретить... Герыч! Но есть тут один фрукт, называется гуаява. Мне понравился очень. Какая-то странная безумная смесь между клубникой и грушей, что-то среднее на вкус. В общем, очень вкусно, очень сладко. Увидите, обязательно попробуйте. Факт четырнадцать. Будьте готовы к тому, что на стойке регистрации в аэропорту предприимчивые кубинцы попросят вас доплатить за какую-то дополнительную услугу. Например, сидеть рядом со своим попутчиком. Или сидеть возле иллюминатора. В общем, не похоже на то, что это услуга аэропорта, и это просто очередной момент, когда кубинцы пытаются нажиться на иностранца. В общем, этот момент, пожалуй, служит логическим завершением всего вашего отдыха, когда кубинцы пытались вытрясти из вас деньги, а вы активно сопротивлялись. Но что бы я об этом не говорила, запомните, Куба это восхитительная и чудесная страна, и если вам предстоит туда путешествие, то хорошие дороги. Помните о том, что кубинцы очень открытые и дружелюбные. Да, кто-то захочет на вас нажиться, а кто-то не захочет. В любом случае общайтесь, хотя бы чуть-чуть выучите испанский, потому что там практически никто не говорит по-английски. И просто наслаждайтесь, радуйтесь всем, что видите, потому что Куба это восхитительно прекрасные чистые пляжи, лазурный океан. Получайте удовольствие, а еще не забывайте подписываться на мой канал. Новое видео ждет вас уже через неделю. Пока!